Так, ставим на запись. Андрей, поставь, пожалуйста, на запись. Так, все, поехали. Приветствую вас, дорогие друзья. I greet you, dear friends. Сегодня у нас подключился новый язык, это французский язык. В самое ближайшее время также подключим итальянский язык перевода. И далее будут подключаться японский, китайский, потому что экспансия Skyway действительно великая. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы находимся на таком этапе, что дисконты могут меняться быстро. И в начале сентября обязательно будет переход на следующий этап. Но самое интересное, что переход может быть еще и на следующий этап после этого перехода. И это не случайно, потому что мы ожидаем рекордную инвестицию. Поэтому может быть прыжок действительно через два этапа аж. Это инвестиция готовится уже только в Skyway, где-то, наверное, полгода и ранее еще три года. Но это говорит о заинтересованности крупных предпринимателей направлять именно инвестиции в производство в плане Skyway. И когда эту инвестицию мы увидим, мы будем держать вас в курсе, потому что это будет также развертывание производства. Сейчас Skyway развивается параллельно на многих континентах. То есть я расскажу французам про поездку Сергея Анатольевича с Франтишиком в Латинскую Америку, кто не в курсе. И отличные новости у нас из Индии, из Индонезии, из Малайзии. И европейцам я могу сказать, нашим господам Словакам, Чехам, Венграм. И это для нас, Сергеем Анатольевичем, действительно удивительно, но неудивительно для проекта Skyway. Уже проекты планируются и в Европе. Причем это не те проекты, которые инициированы Франтишиком его командой, нами Сергеем Анатольевичем, это другие проекты. Вот уже фактически начало сентября, и мы стремительно несемся к началу сертификации. Подготовка к сертификации была совершенно колоссальная, все инженеры в напряжении, все КБ в напряжении, но все успешно. К сертификации Skyway готова и, соответственно, 11 сентября все начнется. Skyway готова для сертификации, и на 11 сентября все начнется. Только подвижной состав ожидает от 25 до 30 различных сложных тестов. И это действительно серьезный экзамен для компании Skyway, но который мы, несомненно, пройдем, потому что подготовились. Это действительно очень серьезный экзамен для компании Skyway, но мы обязательно пройдем, потому что мы подготовились хорошо. Чего, кстати, скорее всего не скажешь о других технологиях, которые нам, некоторые сравнивают нас с ними, как с конкурентами. Чуть-чуть попозже я вам продемонстрирую, что я имел в виду. Речь, естественно, про гиперлуп. Конечно, я говорю про гиперлуп. И примерно, я думаю, максимум октябрь, хотя никто не может загадывать этот срок. Сертификация подойдет к завершению, и мы будем готовы к строительству проектов на территории Республики Беларусь. Даже есть определенные проекты, и мы будем также рассматривать проекты, возможно, грузового назначения в Республике Беларусь. И сейчас технологию Skyway оценивают именно как высокую технологию под руководством инженера Юницкого в Республике Беларусь. Сейчас технология Skyway оценивает очень высокую технологию в Республике Беларусь. Также из-за того, что она под руководством инженера Юницкого. Осенью планируется даже поездка с представителем правительства и, скорее всего, с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в Индию. И в сентябре будет планирована с представителями правительства, и, возможно, даже президентом Лукашенко, к... Куда Алексей была поездка? Да, Ирина спрашивает, в какую страну, но на самом деле я сейчас сам ловлю себя на мысли, а та ли это страна, потому что действительно экспансия Skyway огромная сейчас. Вроде как Индия, то есть Южная Азия. Да, скорее всего, так и есть, потому что встреча будет уже и с министром транспорта Индии и так далее. В ноябре будет крупный энергетический форум в Латинской Америке. В ноябре будет крупный энергетический форум в Латинской Америке. Там будут представлены различные технологии для фактически многих президентов стран. Так же планируется и Российской Федерации. К этому энергетическому форуму мы будем серьезно готовиться в плане подписания соглашений с ведущими государствами Латинской Америки. Уже для французов я хотел бы сказать, что несколько уже недель назад, фактически три недели, Сергей Анатольевич посетил Уругвай. Урагуай. Произошла встреча с ассистентом министра транспорта, далее уже с самим министром транспорта. И что примечательно, это еще до официальной презентации государственным представителям. И что интересно, это, что эти встречи происходили даже после официальной презентации нашей технологии к их руководителям. Уже после обсуждения на вот этой презентации, где фактически все министерства были... Были что? Можете повторить последнее предложение, вы не было слышно. Уже на презентации, где были фактически все министерства, Сергей Анатольевич сказал, что фактически ваша программа развития сегодня это детский сад. Именно по транспорту. Ну естественно, когда мы что-то говорим, мы перед этим думаем. На сегодняшний день от стран Латинской Америки все чего-то хотят. Кто нефтяные ресурсы, углеводороды, кто лес, кто территории. Но никто не готов просто взяться и развивать инфраструктурные проекты. Никто фактически не предложил им решение, как бы перебрасывать контейнеры через Анды. Я буквально, в смысле, не шучу перебрасывать, потому что, естественно, у нас по второму уровню все будет. И я не шучу, когда я говорю, что бросать их в Анды. Почему? Потому что мы двигаемся на втором уровне, а не на земле. Только в Уругвай, в Монте-Видео, примерно в год перемещается 400 тысяч контейнеров. На сегодняшний день это главенствующая задача снизить расходы и оптимизировать финансовые ресурсы на перемещение. И только технология SkyWay говорит, что мы не просто снизим, мы снизим простое. То есть, с нескольких суток перемещение товаров, грузов, это будет уже за несколько часов. Десятки раз более эффективно, безопасно и быстрее. Поэтому я могу сказать, что мы не только декларируем, что уберем фуры с Европы, но и решим проблему с перевозкой контейнеров. И я могу сказать, что эта концепция была воспринята на ура, особенно местными институционными фондами и группами. Уже ждут следующий визит, примерно по пяти странам будет совершена поездка в сентябре-октябре. They already await our next visit and our following trip will be to five countries in September-October. Ну и после того, как Сергей Антольевич сказал, что хотели бы вы инвестировать в то направление, какое... Которое сможет приносить прибыль фактически сто лет и будет увеличивать ВВП не отдельно взятой страны, а латиноамериканского региона. То есть стоит рассматривать развитие Transnet и SkyWay в странах Латинской Америки комплексной, не в рамках отдельно взятой страны. So it is worth considering the development of Transnet and SkyWay not in individual countries, but as a complex concept in the whole region. Это весьма бедные страны, но с богатейшими ресурсами, которые из-за невозможности развития транспортной инфраструктуры сейчас недоступны. These are poor countries, but with quite a great wealth of resources that are currently unavailable because of the lack of the transportation system. То есть эта поездка была как зондирование, первичное общение, которое прошло на самом ожидаемом хорошем уровне. So this trip was kind of screening initial talk to see what's happening, and it happened on quite a high level. Вообще, вы, наверное, заметили, что когда мы в первый раз приезжаем в страну, у многих реакция, а где же вы раньше были? По индийскому визиту, вкратце, опять же, для французов, так как у нас новички, скажу следующее. Виктор Бабурин, как именно такой вот наш венчурный супермен, пробил все страны и подготовил почву для встречи от Анатоли Эдуардовича. Мистер Виктор Бабурин, как наш венчурный супермен, готовил все эти страны и направил дорогу, чтобы мистера Сибирякова приехать туда и провести встречи. Так, друзья. Я рад приветствовать первого иностранного тролля на нашем выгоноре. Троллинг становится интернациональным, так что ожидайте в ваших комнатах. Троллинг становится интернациональным, так что ожидайте в ваших комнатах. Так, ну не будем на них отвлекаться. Итак, Нитин Гадкари, министр транспорта Индии, сказал, что как только вы реализуете первый проект, 300-400 только морских портов вам обеспечены. И сейчас уже вплотную началась подготовка к азиатской сертификации. Я думаю, после Беларусской сразу уже приступим к азиатской. Что значит 300-400 портов? Приведу вам небольшое сравнение. Только один частный порт перевозит в год 1,4 миллиона контейнеров. Примерно на 70% 2015 года увеличился именно грузопоток перевозок контейнеров. Это рынок, который нужно еще постараться войти, а нас там ждут с распростертыми объятиями. Потому что только Skyway может комплексно решить задачу и не нужно пользоваться различными поставщиками. Только Skyway может пройти по шельфу моря относительно дешево по сравнению с существующими транспортными решениями. Только Skyway может пройти по шельфу моря относительно дешево по сравнению с другими технологическими решениями. Если вы мне не верите, посмотрите стоимость Керченского моста в Крыму, либо подводные тоннели в Скандинавии. В общем, я сам с нетерпением жду широкого репортажа Виктора Бабурина, который появится вскоре. Там будет дана вся открыта на сегодняшний день информация. Кстати, мы получили полный зеленый свет и в городском пассажирском транспорте. И там были компании, которые участвовали. У нас наибольший приоритет. Ну, потому что эти компании имеют только компьютерную графику и нет рабочего прототипа. И Виктор в формате беседы с закружечкой кофе, чая, сока все расскажет. И Виктор расскажет все в формате молока, чая, кофе или чай. Цитирую. Готовятся крупные новости. Пока готовим почву. Так же компания готовится к крупной конференции в Индии, Ира, которая пройдет в октябре. Я могу сказать, что аудит мы прошли, проходим успешно и буквально на неделе зало струнной технологии обнародует всю информацию. А кто не знает, я напоминаю, что наряду с тем, что Надежда Геннадьевна Косарева, наш генеральный директор, получила специальный статус. Этот статус заключается в награде за достижения в городе Марино-Горка. И, кстати, Экотехнопарк находится по адресу Зорный шлях, что в переводе белорусского «Звездный путь». Кремниевая долина уже отживает свою дань моде. Сейчас уже Скай долина. Поэтому Экотехнопарк назвали даже своим названием улицы. Надежда Геннадьевна была награждена за сверхдостижения в Марино-Горке от администрации. Но налоговая проверка также обрадовала. И в этом году нам не нужно сдавать налоговую отчетность, так как идеальный налогоплательщик. И наши инспекторы также дали нам потрясающие новости, что в этом году мы даже не должны сдавать налоговую отчетность, потому что мы называемым экземплальным налогоплательщиком. Зао Струнные технологии, кстати, самый крупный налогоплательщик после Китая в Республике Беларусь. Так, повторяю для словаков, что Зао Струнные технологии является крупнейшим налогоплательщиком после Китая в Республике Беларусь. И что-то подсказывает, что потом мы китайский технопарк и обгоним. И что-то мне скажет, что мы также будем двигаться вперед, что в Китайский технологический парк. Сейчас постепенно SkyWay уже приближается к статусу национальной технологии Республики Беларусь. Мы больше чем уверены, что скоро станем наряду с БелАЗом, с белорусским трактором и другими компаниями. И Академия наук Республики Беларусь пригласила в Саудовскую Аравию SkyWay на выставку. Академия наук Республики Беларусь пригласила нашу компанию, чтобы участвовать в Саудовской Аравии. Недавно пронеслась новость от Hyperloop, что продемонстрировали сверхвысокую скорость. Академия наук Республики Более 300 км в час, что у нас планируется по плану при подготовке высокоскоростного состава как минимум. И сейчас давайте посмотрим видео, потому что стоит того... Заткните уши. Досмотреть до конца, наверное, не каждый сможет, потому что эффект стробостола. Да, Андрей, все верно. Академия наук Республики Беларусь Так, ну, не знаю, Андрей, почему. Надо нажать. Ну, тогда ждать не можем, скажи, пожалуйста, Андрей, это не нужно переводить коллеги, чтобы нашли ссылку испытания Hyperloop по 324 км в час. Ну, как, хотели бы перемещаться на таком транспорте? Я вот даже по комфорту перемещения этот транспорт прошел бы сертификацию на данный момент? Скайвей даже не будет проводить подобные испытания, то есть у нас все будет сразу как надо. Скайвей даже не будет проводить такие неправильные тесты. Мы, в первую очередь, будем проводить тесты, которые выглядят нормальные, которые будут выглядеть так удобными. Как-то Илон Маск пошутил, что можно будет вырабатывать энергию из крика пассажиров. Поэтому в своем твиттере он сразу отметил, что, естественно, друзья, стробоскопа никакого не будет. Так как Маск входит в определенные финансовые, инвестиционные, венчурные, научные круги, ему может такое показывать, видимо. Но если Маск входит в такие финансовые, венчурные, инвестиционные и научные круги, то, наверное, они хотят показать ему такие тесты. Мы также будем активно готовиться к раскрутке всех социал-медиа, чтобы большая часть мира была в курсе о том, что запускается высокоскоростной состав в 2018. Мы также будем активно готовиться к раскрутке всех социал-медиа, чтобы весь мир смогли узнать о существовании таких высокоскоростной транспортации в 2018. Я думаю, что на Эко-технопарке, на Экофесте 2018 мы уже многого интересного увидим. Кстати, всех приглашаю, пользуясь случаем, чуть больше 300 дней осталось. Место встречи, как говорится, изменить нельзя для SkyWayщиков. Так же я хотел бы остановиться на такой важной вещи, которую освещаем только на иностранных вебинарах. Отслеживаем эти новости с Сергеем Анатольевичем. Топ-менеджмент ведущих банков США продает свои пакеты акций. То есть это фактически все ведущие банки. И это говорит о том, что приближаются такие серьезные экономические потрясения. Сохранить свои финансовые ресурсы можно различными способами. Естественно, свой бизнес, золото, серебро. Кто-то в криптовалюту будет инвестировать. Но у нас также есть выход. Так же, как для лидеров государств, например, Латинской Америки, мы предлагаем комплексную стратегию освоения континента. Пока что вход на международный экономический ковчег на основе технологий SkyWay открыт всем. Недавно в США прошел ураган. Это и отрицательное такое вот явление, но и положительное для экономики, потому что можешь строить инфраструктуру. И как говорят ведущие экономисты, когда все будет рушиться, спастись можно только в строительстве новой инфраструктуры и создании нового производства. То есть вы помните, во времена депрессии США как раз началась строиться железная дорога. Поэтому мы находимся в более чем правильном направлении и действительно SkyWay это международный экономический ковчег. Ну и многие сейчас говорят о таком тренде, как интернет вещей. То есть интернет вещей гласит, что мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры, вся электроника, она должна общаться между собой. Интернет мощно стал развиваться после появления браузера Netscape. Примерно 50% вырос за первые месяцы. Но если говорить про интернет вещей, он не так стремительно развивается, как планируется. Даже многие блокчейн проекты, которые надеялись, что интернет вещей существует, их токены ничего не стоят. Так, Чабо, переводим. Хорошо. И сейчас рождается новое направление, это транснет вещей. Это мир, который будет предложен именно на основе технологии SkyWay. Анатолий Эдуардовичем в качестве транспортной инфраструктурной мировой альтернативы. Если в интернете вещей это смартфоны, это умные компьютеры, умные логики. Если у нас есть умные дома, то у нас будет умная путевая структура, умные юнибусы и юнибайки. То есть, если для интернета вещей это смартфоны, умные компьютеры, умные дома, то для нас это будет умные трассы, умные юнибусы и умные логики. По сути, это будет именно создание новой экономики транснета вещей. И все будет капитализироваться вплоть до наших транспортных андроидов, отдельно взятых. И, естественно, SkyWay следит и будет следить за всеми самыми современными трендами. И мы не будем ждать, как пройдет ураган Харви в США, чтобы строить инфраструктуру. И даже если понадобится контейнеры перемещать с помощью внедрения современной технологии распределенного реестра блокчейн, SkyWay это будет делать. Поэтому, друзья, я вас могу только поздравить, мы находимся в корпорации, которая находится на стыке реальной и цифровой эпох, и там и там выгодные позиции. Поэтому мне остается сказать то, что я каждый раз произношу в конце вебинара. Эта магическая фраза уже не меняется вот уже несколько лет. И не поменяется, прибавится только SpaceWay потом. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Благодарю, друзья. Благодарю SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...